В прошлом году, несмотря на сложную эпидобстановку, стали донорами более 47 тысяч жителей региона. Это позволило избежать дефицита донорской крови. В крови какой группы сейчас нуждается Одинцовское отделение переливания крови. Кто может стать донором? Об этом мы сегодня поговорим с заведующей отделением Аленой Сергеевной Курцер. В эфире ОТВ программа «Главная тема». Меня зовут Евгения Августина. Но прежде чем перейти к обсуждению, я предлагаю посмотреть сюжет. Александра на станции переливания крови знают уже в лицо. И неудивительно, он здесь в 21 раз. Цель изначально ставил, хотел получить почетного донора, добиться такого результата. Вот у меня есть настоящий момент. Я сдал уже 20 раз кровь. Мне до почетного донора еще 20 раз надо сдать. Процедура сдачи крови занимает не более получаса. Из них 15 минут экспресс-анализ, заполнение анкеты, измерение давления и обязательная беседа с врачом. За один прием могут взять не более 450 мл крови. Больше нельзя для донора. Вредно. На самом деле это совершенно не больно. Я отворачиваюсь просто потому, что мне, например, так комфортнее. У нас еще остались, конечно, запасы. Те, которые мы делали до коронавируса, до карантина. Но, к сожалению, их уже все меньше и меньше. И в ближайшем будущем мы можем столкнуться с такой проблемой, что нам просто будет не хватать крови в принципе. И это ближайшее будущее. Ну, чтобы было понятно, это примерно в ближайшие неделю-две. Стать донором может любой желающий, если он здоров и старше 18 лет. Важно, чтобы не было хронических заболеваний. Подготовиться к кроводаче очень просто. Вредные привычки лучше исключить за несколько дней. Накануне не есть жирное и жареное на ночь, не употреблять спиртное минимум, чем за двое суток. За 72 часа не принимать обезболивающий и аспирин, а в день сдачи позавтракать сладким чаем с вареньем. Ситуация сложилась сложная. Мы все хотим быть здоровыми, но есть пациенты в больницах, которые нуждаются в крови, и у них шанс на здоровье очень мал. Без вашего участия его практически нет. Сдать кровь в отделении переливания крови Одинцовской больницы можно по вторникам и четвергам с 9 до 12 часов. При себе необходимо иметь паспорт. Алена Сергеевна, с 1 января произошли изменения, связанные с донорством. Что именно изменилось? К чему донорам готовиться? С 1 января вступили в силу новые законодательные документы, нормативные акты, которые определяют всю нашу работу, регламентируют работу службы крови в целом, ну и нашу, соответственно, тоже. И касаются вопросов о свидетельствовании доноров, в том числе, конкретно, если говорить, то временных и абсолютных противопоказаний. Соответственно, нанесли изменения. Например, во временных противопоказаниях нам прописали теперь уже вполне официально время отвода после прививки от коронавируса. Затем некоторые временные противопоказания изменились такие, как, например, после татуировки. Да, если раньше это был целый год нужно было ждать после сделанной татуировки, чтобы стать донором, то сейчас это уже 4 месяца. Ну, в общем-то, все оправдано в связи с тем, что меняется аппаратура, меняется... И становится безопаснее, да, сама процедура? Конечно, да. То есть, если раньше год давался как раз-таки на тот период, когда инфекция может быть в таком... В зачаточном состоянии, так скажем. В периоде, ну, сейчас это говорится как серонегативное окно, то есть, тогда, когда мы можем не увидеть, то есть, есть шанс такой, да, когда мы можем не заметить эту инфекцию с помощью лабораторных тестов, то сейчас эта ситуация уже исключена, то есть, сейчас у нас только 4 месяца дается на этот вот период, да, когда инфекция себя не проявляет. Поэтому здесь оправдано. Потом, если говорить про абсолютные противопоказания, то раньше, например, у нас не принимались доноры с заболеваниями желудка, то есть, с язвой желудка, 12-перстной кишки, то сейчас эти противопоказания перешли во временные и определяются периодом год после стихания острого периода. То есть, если это период ремиссии, то, пожалуйста, вы можете стать донором. Если еще также говорить про гепатита, а, например, да, который раньше являлся абсолютным противопоказанием для донорства, если он был когда-то у вас, да, это мы говорим про желтуху, так называемую в народе, вот, то сейчас это противопоказание ушло в принципе. То есть, если у вас когда-то это было, то ничего страшного в этом нет, вы вполне можете стать донором. Вот такие вот у нас моменты, да, изменения. Но в целом, в целом осталось все то же самое, то есть, требования к донору общие остались те же. То есть, это должен быть человек без хронических заболеваний, относительно, опять же, здоровый, да, желательно, опять же, ну, здесь я уже оговорилась по поводу язвенной болезни, это все-таки хроническое заболевание, мы считаем. Ну, наверное, абсолютно здоровых людей сейчас немного. Да, но здесь максимально, да, насколько это возможно, это должен быть здоровый человек, возраст там не менее 18 лет, не моложе, и не менее 50 килограмм весом. Да, ну, тут гражданство в принципе не важно, главное законное проживание на территории Российской Федерации. Сейчас эпид-обстановка, ну, вроде бы попроще, да, эпидемия коронавируса пошла на спад, но, тем не менее, все равно мы всегда переживаем. А может ли человек больной COVID-19 прийти на станцию переливания крови? Вот как таких вычисляете, как контролируете? Дело в том, что здесь нужно говорить об опасности, да, какой-либо, какая опасность в данном процессе, да, если к нам пришел человек больной COVID-19, в чем его опасность? Опасность для реципиента? Ну, для всех окружающих, наверное. Или для кого? Для нас, как для персонала? Или для него самого? То есть здесь нужно разбирать, да, уже конкретнее, в чем опасность? Для реципиента, в частности. Для реципиента опасности нет, считается. То есть все, что реципиент может получить, это бонусом антитела в плазме. Вот, то есть если говорить про эритроциты, если их количество достаточное, если уровень гемоглобина достаточный, который мы проверяем, опять же-таки, каждый раз, как приходит донор сдавать кровь, то, пожалуйста, все, в общем-то, никаких проблем нет. То есть для реципиента опасности нет. Другой момент, что для самого донора есть некая опасность, да, то, что он может таким образом еще больше, да, воздействовать на свой иммунитет отрицательным образом. Поэтому здесь очень четко нужно следить за собственным состоянием, да, за какими-либо клиническими проявлениями. Если вдруг у вас пропало боняние, да, классический вариант, если вдруг даже какой-то насморк появился, все, значит, никакого донорства мы не приходим, мы ждем месяц после выздоровления, и только тогда можем прийти в отделение переливания крови. То есть, в принципе, человек, пришедший на станцию переливания крови, в отделении переливания крови, да, переболевший COVID-19, это скорее хорошо, чем плохо, потому что он еще антитела передаст. Я не могу сказать, что это прям очень хорошо, но и неплохо. То есть нельзя сказать, что прям вот оно, либо так, либо так. Нет, ну, он передаст просто эти антитела, ну и, собственно, все. А вот многие как раз спрашивают, если я переболела COVID-19, у меня есть антитела, я хочу помочь выздороветь тем, кто болеет. Могу ли я сдать кровь вот со своими антителами? Да, без проблем можно помочь. И для этого нужно набрать телефон координационного центра МОСПК, Московская областная станция переливания крови, 305-77-00. Там все расскажут, полностью скоординируют действия, да, что нужно делать, когда, чего, то есть прийти, сдать. Даже определенная плата за это существует. Так что, да, вот можно обратиться. Если говорить про наше отделение переливания крови, мы с готовкой ковидной плазмы не занимаемся. То есть это нужно будет в область куда-то ехать? Да, все верно. Сейчас массовая вакцинация от COVID-19 идет в стране. Многие делают прививки. Можно ли после прививки прийти в отделение переливания крови и сдать кровь? Или нужно выждать какое-то время? Здесь нужно обязательно, вот как раз мы с вами говорили о новых нормативных актах, да, и там нам прописали то, что мы должны выждать в течение 30 дней после второго этапа вакцины. Через 30 дней только вы можете прийти и сдать кровь. Волонтеры и общественники, частые гости в отделение переливания крови регулярно становятся донорами и представителя родительского сообщества муниципалитета. Об одной из таких акций в нашем репортаже. Анна Колесникова в отделении переливания крови Одинцовской областной больницы впервые. Сегодня ей предстоит стать донором. К важному дню девушка готовилась, следила за состоянием своего здоровья и строго соблюдала рекомендации специалистов. Полностью соблюдали рекомендации врачей, диету полностью поддерживали необходимую. В отделении переливания оживленно. Представители родительского сообщества организованно пришли на донорскую акцию. Сотрудники медучреждения говорят, сейчас участие особенно важно. Количество доноров уменьшилось, а потребность в крови возросла. Для тех, у кого было кровотечение, для тех, у кого травмы, для рожениц, но для них в меньшей степени на самом деле, для тех, у кого какие-то плановые операции, сейчас и для больных с ковидом тоже. Это основной контингент. Самая распространенная группа крови в России первая, самая редкая – четвертая. Ульяна Умусян со статистикой знакома, поэтому и не смогла пропустить акцию. Гражданский долг. И то, что такое чувство, что если я могу помочь человеку, кому понадобится моя кровь, то я буду очень рада, если эта кровь кому-то поможет. Да, у меня четвертая группа, положительная, редкая группа крови. Сейчас есть недостаток крови первой и четвертой групп, хотя чаще всего требуется первая и вторая. Впрочем, в отделении переливания рады всем донорам без исключения. Сдать кровь можно по вторникам и четвергам с 9 до 12 часов. При себе необходимо иметь паспорт. Алена Сергеевна, кому, в принципе, нужна донорская кровь? И есть ли сейчас в ней острая потребность? Да, острая потребность, если говорить прямо на данный момент, у нас острая потребность в третьей отрицательной, четвертой отрицательной группе крови. К сожалению, бывают такие моменты, когда вдруг, неожиданно, по закону парных случаев, у нас поступает достаточно большое количество пациентов с одной группой. Притягивают друг друга. Буквально, да, в течение где-то двух-трех недель у нас с прям явной периодичностью, то есть постоянством точнее, поступали пациенты с третьей отрицательной группой. И поэтому у нас теперь сложился такой достаточно серьезный дефицит. Так что если вдруг вы знаете о том, что у вас третья отрицательная группа или четвертая отрицательная, приходите обязательно. И чем скорее, тем лучше, хватайте паспорт и бегите в отделение переливания. Кому нужна кровь? Кому нужна кровь? Это, опять же, и больные с ковидом в том числе. Те, кто операции переносит, особенно какие-либо, вот как мы называем их, кровавые. То есть когда обширный объем оперативного вмешательства, здесь обязательно идет под прикрытием крови, скажем так. Очень много пациентов с анемиями, разного характера совершенно. Потом массивные кровопотери. Если это какие-либо серьезные травмы с кровопотерями, то есть все, что касается кровопотери, это чаще всего переливание компонентов. Причем, если говорить именно о массивной кровопотере, то там мультикомпонентное идет переливание, если можно так сказать. То есть массивное переливание, опять же. То есть несколько доз одной группы. И это и ретроциты, и свежезамороженная плазма, да, и тромбоциты туда подключаются. То есть такой объем очень серьезный. Потом гематология. Вот у нас сейчас открылось не так давно, в прошлом году отделение детской гематологии. И туда поступают дети со всей области, с разными заболеваниями. В том числе есть дети, которые нуждаются в переливании компонентов, эритроцитсодержащих компонентов. Крови с периодичностью раз в две недели, раз в месяц. То есть это, опять же, да, вот фактически постоянная потребность. Для этого мы крайне остро нуждаемся в донорах. И об этом говорим, естественно, везде, где только можно. Вот основной контингент тех, кто нуждается. Нередко можно услышать, ой, у меня вторая группа крови. Группа крови популярна, значит, потребности в ней никакой быть не может. Вот насколько это миф? Закон парных случаев, опять же, никто не отменял. И вот в этом, как раз, по-моему, году или в конце прошлого года, да, у нас была вот такая же примерно ситуация, как сейчас. Я могу подтвердить, мне звонили как обладатели второй положительной группы. Со второй положительной. То есть у нас был достаточно неплохой запас, скажем так. Но его весь очень быстро перелили. Но здесь еще, кстати, хочу кое-что уточнить. То есть переливание компонентов крови является, как таким, знаете, последним рубежом терапии. То есть если даже говорить о том, что все безопасно, да, и в лабораториях высокотехнологичная аппаратура и тест-системы очень точные. То есть минимизировано максимально, да, если можно сказать, риск передачи инфекционных болезней для рецепента, но все равно в любом случае мы подразумеваем, что это может все равно нести в себе риск. Не только передачи инфекционных болезней, но и несовместимости крови. Это тоже очень важный момент. Поэтому переливание компонентов – это вот как последний рубеж, да, то есть когда уже все вот нужно, либо мы человека потеряем. Поэтому если говорить о тех, кто приходит, сдает, да, компоненты, они могут быть на 100% уверены в том, что они помогут. То есть дай кровь спасти жизнь – это некрасивый лозунг. Да, это совершенно, это не пустые слова, это действительно так. Люди помогают, это факт. И, конечно, напомню о том, что кровь человеческая незаменима, донорская кровь незаменима, и еще пока не придумали, да, чем можно ее заменить так, чтобы действительно помогал. То есть это чтобы была действительно такая терапия. Алена Сергеевна, мы очень часто снимаем сюжеты в вашем отделении, но, к сожалению, эфирного времени новостного не хватает для того, чтобы рассказать полностью всю процедуру. Давайте расскажем телезреть. Вот, грубо говоря, от заполнения анкеты и до того момента, как кровь попадает к реципиенту. Что происходит в отделении переливания? Ну, во-первых, да, вы приходите в отделение, вы заполняете определенную документацию, у вас берут паспорт, сверяют вашу личность, заводят карту, если вы впервые, если нет, то ее находят. Дальше вы идете в лабораторию, там проверяют группу крови резус-фактор, гемоглобин, уровень гемоглобина. Дальше процессы освидетельствования у врача-трансфузиолога, который включает в себя сбор анамнеза, осмотр, опять же, мониторирует ЧСС, частоту сердечных сокращений, артериальное давление, визуальный осмотр. И дальше врач-трансфузиолог вам либо разрешает донацию, либо по какой-либо причине, опять же, которая нормативными актами у нас описана, запрещает эту донацию. Если вам разрешили, то вы идете в операционную, там сдаете кровь в течение около 7-10 минут. То есть достаточно быстрый процесс, где у вас возьмут 450 мл крови в мешочек и около 20 мл крови в пробирке. Из этих пробирок далее будут проверять как раз-таки инфекционные заболевания, их наличие, перепроверят группу крови, резус-фактор и фенотип. Все, на этом все. То есть если у вас какие-то вопросы возникают по типу, а проверяют ли у вас там белок, или еще что-то, какие-то биохимические анализы крови делают в поликлинике, какие-то показатели. Нет, ничего этого не проверяется. Вот только то, что я сказала выше. Далее. Вы, как донор, осуществивший свою донорскую функцию, идете, получаете справку по форме 402У, которая в свою очередь регламентирует приказом 186 Трудового кодекса выходные дни, то есть возможности их получения. Ну и, собственно, вознаграждение. В общем-то, видимо, часть работы закончена. Но для вас все так начинается, наверное. У нас, да. То есть мы берем этот мешочек, он у нас лежит какое-то время, в холодильнике, естественно. А, ну, во-первых, мы его, естественно, разделяем на компоненты, то есть на эритроциты, на плазму. Плазму мы замораживаем, кладем в холодильник, то есть в морозильник. Она у нас там будет храниться в течение 4 месяцев минимум. Максимальный срок хранения 3 года. То есть вот в этот период, если вы не пришли, до 3 лет, да, то мы ее вынуждены будем утилизировать. Если вы пришли в этот период, то, ну, подтвердили свой инфекционный статус, то есть отсутствие инфекционных заболеваний, и тогда мы эту плазму можем благополучно отдать нуждающимся, больным. Что происходит с эритроцитсодержащим компонентом? Его кладут в холодильник. Он там лежит в течение 2 дней. Это причем специальный холодильник, где будет написано то, что это непроверенная кровь. Выдачи она не подлежит. В течение 2 дней мы дожидаемся как раз таки анализов. Если они чистые, все прекрасно, то у нас этот мешочек качует в холодильник с проверенной кровью, где у нас по полочкам все разложено, да. И, соответственно, при потребности, которая у нас поступает из больницы, мы выдаем этот компонент рецепиенту. Вот таким вот образом все происходит. Ну и, соответственно, есть еще момент такой, как индивидуальный подбор. Бывает такое. Почти такое, расскажите. Если поступать. Ну это я уже так вдаюсь на самом деле в серьезные подробности. На самом деле это интересно, потому что тема, казалось бы, известная, но на самом деле мы-то видим только верхушку айсберга. Ну, в общем-то, да. То есть вот эти вот мешочки, которые разложены в холодильнике, они не просто выдаются. Ага, вот у нас первое положительное, все, пожалуйста, вам первое положительное. Нет. Есть группа пациентов, которым переливается исключительно по фенотипу. Что такое фенотип? Это дополнительно антигены на поверхности эритроциты, которые проверяются для того, чтобы исключить малейшую даже вероятность несовместимости крови. Вот этот, по фенотипу, да, то есть здесь тоже нужен конкретный подбор для конкретных пациентов. Дальше. Есть те пациенты, которым когда-то переливали компоненты, у которых в крови могут быть, обнаруживаться антитела. Что такое антитела? Это когда иммунная система реагирует на чужеродный, как раз-таки на кровь чужую, если в ней есть какие-то моменты несовместимости. И вот, значит, вырабатываются эти антитела. Что происходит дальше? Мы эти антитела обнаруживаем, берем компонент, его подбираем по фенотипу для конкретного пациента, и еще дополнительно проводим индивидуальный подбор. То есть приходит биолог нашего отделения и проводит необходимое исследование на уже конкретной аппаратуре лабораторной по совместимости крови, рецепиента и компонента. Такое чаще всего у детишек еще бывает как раз в гематологическом отделении. У тех, кто трансфузии получал в целом, когда-то. То есть это чаще всего какие-то серьезные заболевания, которые тянутся в течение какого-то длительного времени. Таким вот образом. Чтобы прийти на станцию в отделение переливания крови, нужно ли с собой, может быть, иметь какие-то справки о том, что я совершенно здоров, или, может быть, медицинскую карту, или достаточно будет той анкеты, которую человек заполняет на входе? Никаких справок с собой иметь не нужно. Достаточно того, что вы заполните, и достаточно того, что вы расскажете совершенно правдиво врачу-трансфузиологу на приеме. Этого будет вполне достаточно. Ну и, конечно, многие доноры, стоя в коридоре, друг с другом обсуждают. А вот мужчинам сдавать полезнее, потому что у них кровь вообще не обновляется. Женщинам тоже неплохо. Но все так или иначе переживают. Вот когда кровь восстановится, и правда ли, что мужчинам быть донорами полезнее, чем женщина? Ну, здесь, конечно, есть особенности природные, понятное дело, про которые мы все знаем. Но сказать, что для кого-то это полезнее, или вреднее, или еще как-то, здесь очень сложно. Основная полезность донорства заключается в том, что вы понимаете, что вы полезны обществу сами по себе, да, вы приносите колоссальнейшую пользу. А вы помогаете другому человеку. Ну, отсюда, собственно, эндорфины в кровь. Ну, и все. И всем хорошо. И вот оно, да. Хорошее самочувствие, хорошее настроение. Ну, а так, если говорить с точки зрения физиологии, и вообще медицины, то полезности какой-то такой вот прям вот супер нет, нет. Такого нет. Обновляется кровь в течение двух месяцев фактически, ну, как мы это подразумеваем. Почему мы, собственно, таким образом подразумеваем, да, именно такой срок? Потому что, опять же, в тех же наших нормативных актах четко прописано 60 дней минимальный срок между донациями крови. То есть, это тот срок, который уже давно был обследован, исследован и четко утверждено то, что за эти 60 дней не меньше человеческий организм должен восстановиться. Ну, мы рекомендуем, конечно, все-таки немножечко пореже сдавать. То есть, это раза два с половиной, раз три месяца. А дальше мы уже смотрим по состоянию человека, по его гемоглобину, да, в том числе. То есть, если он достаточно низкого уровня, конечно, мы уже даем некоторые рекомендации для того, чтобы уже дальше восстановить свой организм. Потому что все-таки все индивидуально. Ну, здесь могу, опять же, сказать, что только вот минимальный срок описан, да. Ну, собственно, вот на его основании. А как к донации готовиться? Что делать можно, что делать нельзя? Можно ли кушать или кушать не рекомендуется? Накануне, за 24 часа, мы рекомендуем исключить жирную, жареную, соленую, пряную, копченую пищу. Все вот майонезы, кетчупы, а, еще молочную продукцию, кстати, желательно. Это повлияет на качество крови? Да, все верно. То есть, здесь может быть хелиоз, так называемый, то есть, зажирнение, грубо говоря, плазмы, да, и мы ее утилизируем в связи с этим. Ну, и, в общем-то, он распространяется на эритроцит, содержащие компоненты в том числе. Поэтому, да, качество крови будет хуже, скажем так, да, то есть, вы придете зря. Поэтому, значит, за 24 часа, как я сказала, исключить вот эту пищу вредную, скажем так, вот. Желательно перейти на крупы, на мясо, на пару, но это должно быть что-то такое тоже постное. То есть, здесь постная пища в основном рекомендует. В принципе, вы сейчас правильное питание описали. Фактически, да. Но я, на самом деле, кто меня знает, вот те доноры, которые ко мне приходят, я, в принципе, агитирую, если можно так сказать, доноров на правильное питание, полезное питание и на здоровый образ жизни, конечно же. Ну, многие прислушиваются, я вижу. И это очень меня радует, честное слово. Потому что я, как и врач-насфузиолог, который работает с донорами, и в том числе у меня вторая специальность терапия, это вот, это мое все, да. То есть, я за здоровье нации, прежде всего. Опять же, в условиях пандемии, да. Что может больше всего защитить вас от вируса? Ваш собственный организм, ваш собственный иммунитет. И если вы будете правильный образ жизни вести, здоровый образ жизни вести, то ваш организм себя защитит за счет иммунитета. Если нет, если вы его абсолютно всегда там ослабляете какими-то, ну, опять же, и пищей, и какими-то вредными привычками, то, естественно, чего ожидать? Чего-то сверхъестественного точно не стоит. Ну вот. Поэтому, да, правильное питание за 24 часа, как минимум. Мы исключаем алкоголь. Алкоголь исключаем, если говорить про законодательные документы, то 48 часов, но мы рекомендуем где-то дней за 5 все-таки. Дальше. Нестероидные противовоспалительные препараты, то есть обезболивающие, те, которые мы принимаем от головы и там от чего-то еще, их мы исключаем за 72 часа. Желательно, если вы проходите какой-то курс лечения где-то, сначала этот курс лечения закончить, подождать где-нибудь неделю, но все зависит от того, от чего вы получали этот курс лечения, и только после этого приходить. Возвращаясь к питанию. Мы рекомендуем позавтракать либо кашей на воде, либо даже и без каши. Пьем сладкий чай, сухое печенье кушаем. На этом все. С утра мы также в день сдачи крови не курим, ни в коем случае, и не пьем кофе. После сдачи крови, пожалуйста, все, что хотите. Но лучше с курением. Здесь уже, да, здесь, ну, конечно, это идеальный вариант, но, к сожалению, не все могут. Алена Сергеевна, вот не могу не спросить, как часто доноры интересуются вознаграждением? Вот по моему личному опыту, мне кажется, что больше людей, которые ответственно к этому подходят и идут, конечно, не за... За идею, опять же, да. Здесь я с вами согласна. То есть, в принципе, доноров можно разделить на две категории. Первая – это те, которые идейные, как раз таки, да, которые идут за тем, чтобы почувствовать себя полезным, за тем, чтобы помочь. Вторая категория – это ориентированные на какие-то материальные блага. В том числе и денежное вознаграждение, о котором мы говорим, да. Но вторая категория к нам практически не приходит, потому что мы подаем только компенсацию за питание. Сейчас она составляет 752, там, с копейками рубля. Их такая сумма не интересует? Ну, это считается, что не очень все-таки, да. Тем более раз в два месяца, ну, 752 рубля. Это, да, это несерьезно как бы, да. В Москве, в Москве, если мы говорим, да, в Санкт-Петербурге помимо компенсации за питание можно получить и сумму за, как она называется, соцподдержки. Ну, и здесь мы, конечно же, тогда эти донации исключаем из числа, которые идут в звание почетного донора, да. То есть здесь уже с платными донациями. Платными условно, потому что в Российской Федерации все донорство безвозмездное. Но в любом случае вот эти вот платные донации, они не идут уже в счет на почетного донора. И, опять же, если мы говорим про Москву, да, то вот эта вот вторая категория доноров, она вся едет туда. И как-то вот мимо нас проходит. Но это даже нельзя назвать каким-то отрицательным моментом. Он в большей степени даже положительный в связи с тем, что конкретно эти люди, они, поскольку ориентированы на деньги, да, они могут и ложную информацию преподносить, да, что-то скрывать. Ну, то есть здесь, да, есть нюансы. А мы все-таки рады даже тому, что у нас вот эта первая категория, это идейные вот эти люди, да. Причем я в восхищении от своих доноров, честное слово, потому что это совершенно разносторонне развитые люди с совершенно разными хобби, увлечениями мы с ними общаемся. Просто я поражаюсь, честное слово. Ну, чаще всего это тоже, да, люди, которые и так-то, в принципе, и в профессии или еще каким-то образом помогают обществу, но им все равно мало. Они хотят еще и приходят к нам для того, чтобы помочь еще. Это и многодетные мамы, это и врачи, и полицейские, если говорить о профессиях, да, это там работники заводов, учителя. Ну, там, недавно даже каскадер приходил, поэтому здесь очень прям многообразие. И действительно, знаете, есть такое выражение, что донором может быть только человек, вот человек с большой прям буквы. Вот действительно, наши доноры – это люди с большой буквы. Я восхищена. Мы в одном из сюжетов увидели полицейского, мы были свидетелями того, как он пришел в отделение переливания, его там уже встретили по имени, отчеству, потому что у него это уже, по-моему, подзадая, что ли, была юбилейная донация. Да, да, да. То есть вот уже такие отношения, не врач-пациент, да, а что-то такое. Да, такое более домашнее, скажем так, да, то есть мы знаем своих доноров, мы им очень рады, да, мы следим за их здоровьем, опять же, таки максимально, насколько это возможно, ориентируем их на то, чтобы их жизнь была только лучше. Вот. Ну, и да, мы рады им всегда. Вот, кстати говоря, кто может стать почетным донором? Почетным донором может стать человек, который сдал кровь, если мы говорим про цельную кровь, не компоненты, 40 раз. Про компоненты тут говорить, наверное, не буду, потому что у нас отделение переливания крови, которое занимается исключительно приемом донорской, да, цельной крови. Так что 40 раз сдаете у нас в отделении, мы оформляем соответствующую документацию, отправляем ее в Минздрав, там все оформляется, ну и, соответственно, мы наградаем. А что это, почетное звание дает донору? Почетное звание, кроме почета. Кроме множества спасенных жизней. Множество, действительно, это факт. Дает еще некоторые льготы государства, такие как 50% квартплаты, бесплатный проезд и ежегодные выплаты. Ну, там не такие уж прям значительные, но они есть. Вот, если ничего не изменилось, ну, по-моему, ничего не изменилось, если я не ошибаюсь. Вот такой вот спектр бонусов. Алена Сергеевна, давайте напомню телезрителям, третья отрицательная и четвертая отрицательная. Сейчас наиболее нужны в отделении переливания крови. Когда можно прийти и сдать? Да, важный, кстати, момент. Хорошо, что вы сказали об этом. Да, мы теперь работаем не только вторник и четверг, как работали раньше. С этого года мы начали работу и в понедельник. То есть мы немножечко потихоньку расширяем свой график. Все для доноров, опять же, и для рецепентов в том числе. Поэтому понедельник, вторник, четверг с 8.30 до 12 часов. Пожалуйста, приходите. Будем рады. А я хочу от себя добавить, что, например, мы, люди работающие, периодически сдаем кровь, никогда в очереди там не стояли. Это, на самом деле, занимает немного времени. Но в очереди мы не стояли не потому, что доноров нет, а потому что все быстро, организовано и очень-очень удобно. Поэтому не сомневайтесь, если у вас есть возможность, вы абсолютно здоровы, приходите и сдавайте кровь. В отделении переливания вам будут рады. Да. Все подскажут и расскажут. Алена Сергеевна, спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо вам большое. Всем, кто провел свое свободное время вместе с нами, становитесь донорами, спасайте жизни других людей и берегите себя. Всего доброго. До новых встреч. Спасибо.